Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал! В первом видео я обещала вам показать, как делать интересные коллажи. И, наконец-таки, этот день настал. Сегодня я с вами решила поделиться этой темой. И что ж, поехали! Для работы нам понадобятся журналы, клей. Лучше использовать не такой обычный клей, а резиновый, каучуковый клей. Он намного лучше будет, потому что вы сможете двигать детали. Если вам где-то что-то не понравилось, и с легкостью можно снять это и убрать. А с этим клеем нужно быть очень аккуратным, потому что если ты приклеил, то все намертво. Либо же наклеивайте на кончик бумажки, тогда можно им пользоваться, в принципе. Также нам понадобятся ножницы, понадобится обычный простой карандаш, такая вот болванка. Сделала я ее сама. Для этого вам необходима бумага. И если вы не умеете рисовать, то скачайте с интернета какую-нибудь интересную позу. Или стандартно вот так вот накидайте. Голова будет равняться 4 раза до того места, откуда начинают расти ноги. Эту часть можно промоделировать и можно немножечко удлинить. Второй этап. Это мы открываем журнал и вдохновляемся красивыми элементами, которые вас могут зацепить. Это может быть все, что угодно. Это может быть люстра, штора, ширмы с красивым орнаментом. Тоже можно вырезать ее, потрепить в ваших коллажах. Допустим, классный диван. Смотрите, какая супер фактура. Тоже можно вырезать. Интересно получится. Вдохновиться можно абсолютно всем. Смотрите, какой интересный рисунок. Можно это все вырезать и поиграть с формой. Также вы можете вырезать интересные принты, интересные модели. Допустим, вот смотрите на туничке, какой интересный узор. Можно это вырезать и поиграть потом в дальнейшем. В общем, ребята, работаем с журналом, находим интересные моменты, интересные детали. И смело это все вырезаем и начинаем с вами творить. Теперь нам понадобится вот такой вот чистый белый лист. Берем с вами нашу болванку, накладываем и начинаем простым карандашом все это дело обводить. Можно сделать пару таких куколок и брать и сразу же их клеить без обрисовки. Лучше такую куколку делать из картона. Она будет жестче и потом лучше можно будет использовать это. Смотрите, вот такую вот кучу интересных картинок я нарезала себе. У меня тут и диваны, у меня тут и лампы, у меня тут и животные. Здесь у нас такая летняя клубничка. В общем, супер картинки я нашла. И в общем, теперь уже пора делать калаш. Начинаем мы работать вот так вот. Выбираем интересные для нас картинки. Что-то красиво и интересно получается. Уже прям готовое платье. Смотрите, насколько классно и интересно. Разрезайте, накладывайте какие-то смелые, интересные сочетания. Какие-то сумасшедшие детали. Вы вдохновляетесь. Вы можете экспериментировать с цветом, с формами. Накладывать их, разрезать их, приклеивать их между собой. Как-то связывать. В общем, творите, не бойтесь. Смотрите, насколько все это прикольно и классно получается. В дальнейшем мы потом все это с вами возьмем и интерпретируем в эскиз. И в общем, давайте посмотрим, что получилось у меня. Вдохновилась я вот таким вот супер фиолетовым диваном. Наклеила я его вот сюда, вот так вот. Здесь, смотрите, какие у меня интересные ручки. Я решила, что это, если будет кофта-трикотаж или просто какие-то шнурки, можно вот так вот волной сделать. Шкафы я употребила в роли юбки полосатой. И вот так вот оно все вместе, в общем, смотрится. Теперь, смотрите, я сделала это все с краешки бумаги. Вот такой вот себе интересный калаш. Как я это все интерпретировала. Конечно, я рисовала это все на буструю руку, чтобы вам показать. И вот все, что у меня получилось в итоге. Напишите мне в комментарии, понравилось ли вам это видео, понравились ли вам мои работы. И всем пока-пока!